В Тверской области набирает популярность социальные контракты. Только в 2019 году заключили 170 семей в нашем регионе. Они получили государственную социальную помощь в размере до 150 тысяч рублей. Как социальный контракт помогает семьям встать на ноги и преодолеть бедность? Какие районы нашего региона наиболее активно используют такую форму господдержки? И в чем ее суть? Расскажем в нашем материале. Около 9 миллионов малоимущих семей одиноких граждан смогут улучшить свое материальное положение при помощи социального контракта к 2024 году. В отличие от выплаты пособий, здесь действует принципиально другой механизм. Не просто дать нуждающимся деньги, а помочь им перейти на самообеспечение с помощью социального контракта. Он заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В нашем регионе социальный контракт предоставляется всеми многодетным в сумме до 150 тысяч рублей. Он сегодня очень востребован, особенно сельскими семьями, и помогает семье начать свое дело и постепенно в течение трех лет уже существенно улучшить материальное положение семьи. Программа соцконтракта составляется совместно с семьей и предусматривает ее переход на самообеспечение и повышение уровня жизни. Мера помогает создать личное подсобное хозяйство, организовать мастерские и мини-производства, которые обеспечат семейные нужды. До 150 тысяч рублей можно получить на покупку теплицы, хлебопечки, скота, то есть необходимого, чтобы начать самим зарабатывать. Лидер этой программы в Тверской области – Ржевский район. Здесь в 2019 году реализовано 37 социальных контрактов. Социальные контракты в Тверской области достаточно хорошо развиты, что может вывести наши нуждающиеся семьи на возможность реализоваться, себя уже как-то обеспечить. У нас там с фотографиями есть приведенные, сами, на самом деле, этих курочек, уточек, кто-то швейное дело затеял, кто-то хлебопечку взял, начали продавать пироги. В общем-то, достаточно так эффективно. При этом каждая семья, заключившая социальный контракт, находится на социальном сопровождении, чтобы деньги вдруг не ушли не по назначению. Кроме того, Надежда Егорова считает, что необходимо вести практику повторного предоставления контракта, а также дать возможность участвовать в этой программе неработающим жителям села. Сегодня программа рассчитана только на работающих. В Тверской области механизм оказания адресной помощи в форме социального контракта действует с 2017 года. Он ориентирован в первую очередь на поддержку семьи с детьми. Сегодня очень важно не просто многодетные семьи, а полноценные семьи, чтобы мы видим статистику и браки, и разводы. И все-таки мы считаем, что задача власти сегодня воспитывать такую положительную, позитивную тенденцию по укреплению семьи. В 2020 году в региональном бюджете на реализацию проекта заложено свыше 21 миллиона рублей. В 2020 ГБУ областной центр семьи по соглашению с фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведет межрегиональную стажировку для специалистов и руководителей из других регионов по передаче опыта социального сопровождения семей с детьми с применением социального контракта. Субтитры создавал DimaTorzok